дорогие друзья с вами александр хочу провести обзор у меня неплохое настроение вечером и решил вам снять пивной обзор пью я сейчас пиво львовская 17 15 в такой новой бутылочки вот смотрите какой здесь лев изображен на бутылке выгравирован стеклянная бутылка такая 0 45 объемом уже не 0 5 а 0 45 увы и ах сократили немножко пивной объем бутылки тара меньше стало как у россиян россии тоже кроненбурге все эти вот все 0 45 козлы все пошло на сокращение цена тоже объем меньше за что я в предыдущих обзорах вам рассказывал значит ну что пьем пиво львовская 17 15 вот она наша вот наша бутылочка вот таких они дизайнах баночки с краю баночка это старый дизайн новый дизайн рядом посветлее возле баночки пирусных вот это вот в обычном дизайне ну что начинаем львовская я доливаю еще сейчас я свой плеер поставлю такую музычку неплохую сейчас погасим экран да дорогие пожалуйста помогите мне найти вот такое пиво очень вас прошу 0 5 объемом вот такая банка вот так рингер австрийский для коллекции пожалуйста пока дизайн еще тот же потому что если потом дизайн изменится уже потом будет неинтересно ну что газим экран пусть у себя музыка играет а мы поехали пиво львовская наша тут бегут пузырики на всю здесь темновато немножко но они бегут бокале нашим что я хотел вам рассказать за пиво я вам рассказывал сейчас попала мне вкусная партия свеженькая в новой бутылке очень вкусные вкусно серии попала смена дать вкусно сделала хорошая партия попала новая бутылка значит что у нас предыдущий раз в прошлый раз я ездил в одессу третий раз была третья поездка его друзья я вам не рассказал появилась в одессе пиво вот с таким вот в таком такая марочка голландского производителя амстелл бейер изготавливается по лицензии голландской компании его изготавливает пбк радомишель житомир украина вот эти рядышком я купил копейки копейка сеть супермаркетов копейка вкусные пива английские вот этот классный амстелл бейер мне он понравился наподобие пабs blue ribbon тот который американский которые делают по лицензии пабы пбк радомишель рядом баночки друзьям почему их стоят стоят две сейчас расскажу значит в метро появился пивостный ухвилл вот этот вот вот который более зеленее такой красивый вот который вот за пирамидки стоит крайний а он более европейский что ли такой сделанный более зеленый красителя больше там получается а этот рядом с краю с другой он более бледный не такой зеленый вот здесь лучше такой красивый цвет и и вот она получается так это красивая зеленая я ее во что бы то ни стало решил в себе в коллекцию поставить потому что она более красивее смотрится а это бледное мы уберем с коллекции красивая будет коллекции стоять пьем наше львовская 1715 любимое пиво если нету поездки в одессу в кишинев то чего и нет львовская меня выручает постоянно изготавливает его карлсберг иногда бывает вкусная партия иногда не очень бывает спиртит бывает отлично у него не постоянный вкус у него меняется зависит от смены разлив на какой на каком филиале разливали сейчас посмотрю что у нас здесь написано 08051982 я не знаю что l означает b2 вот b2 вот надо запомнить вот b2 я беру постоянно вкусное пиво если написано буква с русская бу латинская с цела тинская русская с листья эта буква присутствует значит пиво не очень будет вкусно б вкусная партия не знаю кто его разливает там написано и житомир и и киев и заположье короче филиалы там раскиданы у карлсберга что вот по этим сейчас мусочка интересная пошла сейчас дольем львовская доливаем пиво вкусная партия а запах бутылки классный не спиртит не такой бросается в глаза спирт классная партия попала суперская завтра еще возьму такое очень вкусное пиво в интернете нашел обзор на львовское в полтора в полтора или двухлитровой бутылки пэти пластиковая бутылка мужик показывал пью пиво львовской и балдею ну да если ему такая же попала такое же пиво как мне сейчас то оно очень хорошее очень вкусное будет а если будет которое спиртит то уже не то значит сейчас я дожидаюсь моего соседа точнее двух моих соседей Таню и Сереже из Киева обещали мне привезти датский датскую марку пива белый медведь так называемый посмотрим а вдруг может получится привезти если они там его найдут я им сказал чтоб они пошукали на заправках потому что они его видели на заправке стоимость данного пива в Киеве 70 гривен ну чё бы и нет пускай возьмут для коллекции будет самое то что я его очень долго жду и кроме всего может быть еще что-то из Хакер Пшор хапанут в новом дизайне там такая статуэтка какая-то нарисована золотистая статуэтка нарисована у банки изображение дизайн идет как у Пауландер Октоберфест с ромбиками баночка вот такая же сейчас баночка пошла у пива Хакер Пшор ну что ждем с Киева новостей точнее с завозом мне пива ждем из Германии вот сейчас должен вот-вот приехать мой сосед он обещал в Германию и в Австрию мимо будет ехать закупить мне австрийское немецкое пиво посмотрим может быть что-нибудь подъедет пиво польшу еще жду тоже мой сосед по на рынке встретил мужика знакомого попросил его чтобы он мне привез польское пиво ждем ждем Татру оригинальную ждем ДБУВ Польшу может быть что-нибудь подкатит ну что с вами был Александр Бендер в Приднестровье специально для вас друзья вот сейчас вечерком сижу допиваю пиво бабушку угостил ей понравилась партия этого пива Львовская 1715 сейчас будем сейчас будем смотреть какой-то поставлю сериал чуть-чуть посмотрю и буду ложиться спать на часах значит 21 30 если точно будем потихоньку ложиться бай-бай пораньше хочу лечь вот такие у нас сегодня были пива в обзоре предыдущая поездка Одесса копийка называется супермаркет пиво это уже у них на исходе как-то вовремя вовремя я подъехал в Одессу оно уже на исходе осталось только в районе жидэбокзала копийка старо-сенная площадь Одесса амстер сейчас будет по всем супермаркетам раскидан амстер по то бейл пабс блю риббон американский а сейчас появился амстер ну что будем ждать может еще что-то новенькое появится я собираюсь ехать четвертый раз в Одессу может быть что-нибудь еще найдем пройдемся еще по супермаркетам ну что с вами был Александр пока-пока друзья а